Детское питание в любом садике довольно жестко контролируется. Весь принцип его организации подчиняется строгим нормам. Главное требование – еда должна быть диетологической. Пища для воспитанников дошкольного учреждения обеспечивает подрастающий организм всеми необходимыми для нормального развития веществами. В суточном рационе обязательно присутствуют определенные соотношения белков, углеводов, липидов, витаминов и минералов. Также большую роль играет общая калорийность блюд. Ведь пища для детей должна быть не только удовольствием, но и источником энергии. Ежедневно в рационах питания на основании нормативных документов должно входить молочные продукты, хлеб, злаки, то есть крупа ежедневно, растительное масло, сливочное масло, мясо, фрукты, овощи. Это ежедневно. И два-три раза в неделю включается рыба, творог, сметана. Два-три раза неделю рыба, творог, сметана, яйца. Сыр, но еще тоже так. Но тоже свои нормы для этого всего есть. И мы стараемся питаться сбалансированно, чтобы в течение месяца эти нормы не перебрать. Ну и стараемся делать так, чтобы они выполнены были хотя бы на 90-100%. С 3 августа этого года была увеличена денежная норма расходов на питание для детей дошкольного возраста. Для малышей от года до трех сегодня она составляет 2 рубля 50 копеек в день, от трех до шести – 3 рубля 16 копеек. Во многом рацион малыша будет зависеть и от сезонности. Зимний период внесет свои корректировки в меню. Доры, как правило, уже уходят, огурцы свежие тоже, поэтому у нас будет квашеная продукция, соленые консервированные огурчики, будут салаты из них. Ну и больше будут преобладать салаты из вареных овощей. Свекла, свекла, морковь, что там еще, вареный картофель и дальше так все. Вареные овощи преобладать будут. Но будут с белокоченной капустой тоже будут салатики. Используем морскую капусту тоже. Калорийность разных приемов пищи не одинакова. На долю завтрака приходится около 25% суточной потребности в калориях. В обед ваше чадо съедает около 40% требуемых ему калорий. Наполник – около 15%. Таким образом, на ужин, который чаще всего происходит уже дома, родители должны предусмотреть такую пищу, которая даст оставшиеся 20-25% потребности в калориях. Воспитатели и администрация Брестского ясли сада номер 27 всегда следит за нормами питания малышей. И здесь голодных детей не бывает, говорит заведующий Людмила Грода. Не зря, наверное, самым распространенным вопросом родителей, когда они забирают детей из детского сада, является «Что ты кушал?». Поэтому этим вопросом мы уделяем очень важное внимание, очень большое значение. Питание у нас организовано на основе примерного меню, которое разрабатывается технологом управления по образованию. Питание разнообразное, включает все основные виды продуктов. Сбалансировано по всем жирам, белкам, углеводам. Питание нравится и детям, и родителям. Родители всегда знают, что едят дети. Мы каждый день вывешиваем меню, которое у нас на этот день запланировано. И родители в курсе тех блюд, которые мы даем детям. Нормы, калорийность, насыщенность углеводами – это все, несомненно, очень важно. Но громче всего о вкусности блюд, предлагаемых в саду, скажут не инженеры-технологи и не воспитатели, а именно дети. Тебе нравится еда, которую тебе дают в садике? Да. А что больше всего тебе нравится? Красный суп и салат из капусты. А где вкуснее, дома или в садике? В садике. Сейчас что ты кушаешь? Суп. А что тебе больше всего нравится, что дают в садике, самое вкусное? Сыр. Я люблю сыр и салат. Я люблю макароны, шыр и кашу. Какую кашу? Шолнечную. Покажи, как надо кушать красиво. Обед или завтрак в садике – это не только прием пищи, но и урок поведения в обществе за столом, который ребенок усвоит только если он ходит в садик. Домашние обеды – другое дело. За столом ребенок – настоящий царь горы, и вокруг него крутится и мама с ложкой, и бабушка с салфеткой. Здесь, в саду, другой порядок. А умение принимать пищу среди равных себе – важный момент взросления вашего чада. Особенно, если этот кулинарный урок проходит в компании вкусной и полезной еды. Мирослава Коваленко, Эдуард Букунович, телекомпания БУК-ТВ.